Друзья, всем салют. Артем, привет. Я думаю, меня-то ты знаешь. А я не попал, меня не приглашали. Я бы с удовольствием приехал. Вот я очень хотел это, посмотрел твое видео и есть недостатки. Ну, он хотел чисто по-технически поделиться, по-дружески. Есть небольшой опыт. Да, вот какие есть недостатки своим фильтром, сампом. Вот мы смотрим как раз видосик. Ну, Артем увидел. Вася пришел, говорит, так и так вот видео. Я говорю, Вася, я видел, говорю, ну вот есть у меня, я уже попробовал, я знаю, как это будет. Вот в чем дело. И хотел, да, хотел я поделиться. Сейчас подскажет, сейчас разверну. Ну, подскажет. Я же такой специалист. Я просто хочу сказать свое мнение, потому что писать долго, прямой связи нету. Мы, ну, мы не общаемся. Это мое видение. И просто хочу сразу подсказать. Может быть, я в чем-то буду не прав, но я думаю, что буду прав. Я уже проверил это все. Чтобы сразу исправить эти ошибки, и сразу можно было делать больше, и без какого-то там, знаешь, безопаски для тебя, что оно потечет. Я просто увидел, что, ну, есть нюансы. Давайте говорить так. Есть нюансы, которые я понимаю, что, ну, может быть, определенные силы. Лучше желательно убрать и справить. Поэтому сейчас более подробнее все Артем расскажет. Забавно, конечно, друзья, получается. Сейчас и Артем будет рассказывать Артему с будней акваремиста. Ну, чуть-чуть подскажет. Если смотрите это видео, я, конечно, Артему в личку скину этот видосик. Ну, мало ли, просто не посмотрим. Я по-дружески, просто, просто мое видение и то, что я уже пробовал, то же самое. Просто я это пробовал в банке, видео уже есть. Были нюансы, моменты, когда то, что не срабатывало, что я вижу. Пусть это будет, знаете, что, это давайте, мы не будем, я не специалист, я не имею ни разводи, ничего. Я попробовал, я сделал, я увидел, что не работает и когда это не работает. Я хочу поделиться своим, да, мнением, своим каким-то небольшим опытом, просто подсказать. Ну, и все, не более того, не надо воспринимать, как что-то данное или чего-то я там, типа, я знаю больше, чем другие. Нет, не знаю, просто попробовал, проверил, и теперь я вижу, как нужно бы это было сделать более правильно. И все, не более того. Просто, сделав, как здесь, скорее всего, придется переделывать. Зачем переделывать, если можно сделать раз. Попробовав, пусть уже это будет другая банка, но попробовав здесь. Итак, начнем? Да, да. Друзья, товарищи, здесь, сейчас, чтобы ракурс был виден, ну, вот так хорошо видно. Здесь и здесь стоят две мочалки. Я вам скажу так, мочалки эти забиваются так быстро, что вы себе не представляете этой рыбой. У меня сидело 50 рыбок, забивались больше мочалки в разы быстрее. Это не работает. Это не работает, не ставьте мочалки. Не работает, забьются мигом. Моя рекомендация. Значит, берите где-то 4 диаметра отверстия. Даже не отверстия, пусть оно будет не отверстием, пусть оно будет прямоугольное. Можно сделать 2, 3, 4, неважно. Я вижу это так, чтобы это работало. 4, где-то 4 диаметра входного отверстия помпы. Это низ и 2 диаметра вверх. Это будет система, которая, ну, наверняка сможет, ну, пропускная, понимаете? Вы же все равно туда кладете губки, все кладете там, я сейчас покажу. То есть, 4 низ, 2 вверх. Ну, это информация я не находил, но я понял, что да, где-то так. Плюс-минус, да, помпа может зависеть от производительности, от того будет забиваться. Но забивается, сам пить рассчитывается не на постоянную его чистить. Ну, смысл чистить сам постоянно. Он подразумевает, что вы туда залезете раз в месяц, в лучшем случае, слить воду. Это раз, вот эти губки, эти трубки, не рабочий вариант. Не надо так делать. Вы хотите сделать отверстие, например, большое, сделайте его большим, да, ну, например, там, 32-ое и так далее. Делайте больше, не вопрос. Вклеите туда сетку. Почему сказал 4, да, а теперь говорю там 32-ым все. Когда вы клеите сетку, вы заужаете, опять же, это отверстие, да. То есть, оно, не надо воспринимать, что это вот 4, да, и все, это здоровое такое сопло там будет. Нет, не здоровое. Это будет совсем меньше, потому что я считаю, что туда нужно вклеить сетку, чтобы не попадал малек. Со стекла, с любого пластика, насверлить пластик квадратный и сделать там отверстие, чтобы туда попадало все, ну, все же, все отходы жизнедеятельности. В обязательном порядке это должно быть у самого дна. То есть, щель, например, оставили, а выше отверстие, то есть, все отходы жизнедеятельности должны попадать и всасываться туда. Поверьте, не такой там поток всаса вот этого, не такой. Оно не будет там туда прямо, знаете, заплывать вот так. Это постепенное вот так вот движение, постепенное, поверьте, очень постепенное. Из-за того, что там большое отверстие. Это не так, как выйду, мне вот такого всаса. Тем более, вода, она же распространяется, она же не только внизу, она будет со всех щелей как бы втягиваться. Дальше, смотрим здесь, да, вот здесь хороший ракурс. Вот эта часть, ее нужно делать, да, шире, сантиметров 10. Она самая грязная, ее помыть бы желательно. Ее чаще всего надо мыть, остальные чистые. Я пробовал, остальные будут чистые. Здесь собирается все. Дальше, по поводу шире, да, шире. Я бы делал сантиметров на 10, чтобы рука влазила и так, и так. То есть, ну, вот по руке, да, там 10, чтобы лазить. Дальше ракурс, вот тут хороший. Не здесь выход воды должен быть, а сверху. Почему сверху? Рассказывая. Отходы жизнедеятельности тяжелые у рыб, тяжелее воды. Они будут садиться внизу. Многие писали, комментаторы, сделай слив. Кран, поставь снизу кран, чтобы это все выливалось. Да, это имеет место быть, чтобы не лазить сзади с этой вот. Тем более у него там очень неудобно. Да, я считаю, что кран, это вариант очень-очень рабочий. То есть, разделить, я считаю, надо на больший отсек. Вот такой большой отсек. Дальше, опускаем это стекло вниз. Это стекло где-то 3-4 сантиметра от края опустить. Зазор сделать сантиметра 3-4. Этот зазор ничего не даст. Он лишь даст проходное какое-то, скажем так, да, сечение. Ну, вот это вот проходное, вот это вот будет размер. Когда, даже если губка забивается, то всегда будет выходить. Почему я сказал здесь 2, да, двойной объем. Объясняю. Если мы наглухо забили низ, ну вот забили, блин, ну, дохлая куча рыбы, она туда забилась. Ну, всяко бывает в этой жизни. Попал листок, травы, все, вот забилась наглухо. Одного объема может не хватать. И голова засушится, то есть она будет сухом работать. То 2 объема однозначно, верхние, тебе дадут вот это все пройти. Это чисто безопасность ваша. Так, мы определились. Делаем шире, делаем тут, чтобы не было вообще никакой. То есть герметично. Здесь отступаем 4 сантиметра. Далее. Губку мы ставим не на самый низ, а ставим посредине или чуть выше кверху. Закрывая вот здесь, чтобы отсюда мусор не сыпался, чтобы он, если что, проходил губку. А можно его даже, ну, как хочешь, это уже дело такое. Можно даже срез в шланге сделать, чтобы как чуть вниз уходило, а потом как бы через поролон подниматься. Тут уже вопрос третий, как это сделать. Посрединке здесь сделать небольшие ребра жесткости, чтобы поролон не смог опуститься в самый низ. Получится так, мы оставляем вот этот отсек, это отсек сбора фекалий русским языком. И да, можно сделать сбоку, снизу действительно отверстие сливное. Это насколько упростит жизнь Артему. В чем фишка? Вот здесь, да, вот здесь вот эта вот труба, она должна как бы по сути дела собирать с поверхности, да. То есть, вот мы взяли поверхность воды, да, вот-вот, все, вот мы залили, вот у него ребра жесткости, то он заливает под ребром жесткости, да. Значит, вот эти трубы, они должны быть, ну, где-то посредине или чуть-чуть сильнее утоплены. Можно даже утоплены, пусть в воду, но постоянно, ну, чтобы там вода была, да, чтобы там они не при осушении, да, там, вот сразу учесть, если аквариум открытый или вот вода все равно же испаряется. Однозначно. А чтобы при этом испарении они всегда оставались в воде. То есть, можно даже их углубить. Вот пусть вот край вот этой трубы, это будет самый верх воды у тебя. Приблизительно так, это приблизительно все. А дальше смотреть по ситуации, может и ниже углубить. Так, получится так, вот этот поролон, его надо крупнопористый сюда положить. Он не даст даже какому-то потоку поднимать вот это вот все наверх. То есть, по сути дела, здесь будет собираться все, весь, вся грязь вот здесь собралась. Здесь же она получится собираться здесь, ну, как-то не совсем правильно. Почему неправильно? Если ты сюда, например, керамзит или еще что-то положишь, бионаполнитель, он будет грязный. Это неправильно. Сюда должна вода попадать уже чистая. Сколько здесь будет переливов, вообще не важно. Я сторонник того, что должно быть три отсека. Первый отсек сбор фекалий, второй с поролоном, да, посредине. Второй отсек, самый большой, это биофильтрация без губок, без мочевок. То есть, керамзит, битый кирпич, лава, пористый материал, твердый пористый материал, в мешок, в мешок мы кладем. На дно, на дно, он не должен ложиться на дно, потому что он перекрывает все равно проходное сечение. Там нужно сделать какие-то ребра жесткости или что-то, чтобы он не проваливался. То есть, там оставить свои 2-3 сантиметра, не доходя до дна, вот здесь. Скажем, да, вот здесь должен лежать биофильтрация, вот скажем, вот в этом отсеке. Биофильтрация. То есть, вода, моим пониманием, должна быть так. Вот здесь, когда мы делаем, вот так сюда, прошла, прошла, прошла все здесь. И сюда, в последний отсек попадает через верх, как у него. Через верх. Ну да, да, я вижу. Отступ вот здесь. Тоже будьте внимательны и аккуратны. Здесь тоже сантиметра 3-4 оставляйте. На случай, если уровень воды падает, чтобы вот здесь был он ниже уровня падения воды. Потому что здесь получается, вообще отсек, он глухой. Ну да. И пумпа опять может осушиться. Да. То есть, сделайте так этот отсек, чтобы он не осушался. Дальше, последний отсек, значит, вы делаете так. Его высота должна быть ниже уровня воды, когда, например, она у вас испаряется. То есть, вы знаете, что он испарится за неделю на сантиметр, да? То, вот уровень вы там померили, то его еще сантиметра на 3 ниже. Наша задача не осушать вот этот отсек никогда. Иначе помпа... Ну, помпа может загореть, это небезопасно. Поверьте, это очень небезопасно. Да и рыбки ваши начнут помирать от этого. Ну как, у них ни кислорода, ничего нет, все, и не приедели. Ну да, с фильтрацией готовы. При большой посадке вы придете, а там все плавает. Верх пузом. Поэтому, значит, ребят, выход здесь четко, выход действительно диаметром помпы, да? То есть, можно больше, если там вы что-то, ну, садите шланг или еще что-то. Да, там он не важен, главное, чтобы помпа прокачивала свой объем, ну, который вы хотите, и все, вот этот вот выходной отверстие. Дальше. Вот так помпу ложить, как бы, совсем не вижу смысла. Совсем так низко, да? Я уже за помпу вообще говорил. То есть, я вижу смысл ее вешать все-таки, как положено, как она должна работать, тянуть снизу. Ее вешать посредине, а под ней положить среднюю пористую губку, которая будет последним этапом фильтрации именно мелкой взвеси. Можно даже синтепонты докладать. Ну, честно, можно, да, можно, в этом отсеке нету практически мусора. То есть, количество вот этих всего, оно абсолютно не играет никакой роли. Биозагрузка неважна, оно вот так, вот так, как вы не сделаете. Самый правильный вариант такой. Например, 10, там, 15 здесь, 10, 15 здесь, остальное центральное. Как вы его сделаете, вопрос ваш. Рекомендую всегда, чтобы наполнитель не лежал на дне. Делать туда какую-то проставку из стекла, то есть, ребрами вот так вот поставить, густо-не-густо, неважно, как вы поставите, чтобы сам наполнитель не падал на дно. То есть, там должна быть протока везде. Точно так и здесь наполнитель, вот, вот, как у него губка, верно. Вот так он должен лежать в этот уровень. То есть, ни выше, ни ниже, потому что верх не работать просто не будет. Он должен быть, весь биоматериал, под водой. Желательно и лучше всего, и проще, и практичней, очень часто сетки из-под лука мелкие подходят. Сетки продают для винограда, для защиты винограда от вредителей. Прекрасно подходят, там вообще объем, наверное, вообще сюда вот так. И поставить их в этих сетках вот так вот на эти ребра. Столько-сколько влезет, они прекрасно там стоят и кладутся. Керамзит работает хорошо, кирпич работает хорошо. Точно так, как Артем показывал, вот эти все сетки тоже прекрасно работают. Тоже можно их даже в первый отсек накидать. Тоже биология держит, потому что, ну, я понимаю, керамзиты кирпича, конечно, навалить сюда. Хотя и сетки надо взять очень много. Поэтому, в принципе, то, что он говорит и то, что вы пишете, что, ну, он, наверное, не совсем правильно посчитал, что тут 25 литров оно выльется. Нет, друзья, не выльется, потому что здесь отсек герметичный. Здесь помпа может высосать только вот этот объем. Он там не такой большой, сверху не польется. То есть фишка в том, что он не польется. Если же вы делаете как-то по-другому, да, себе все, сделаете себе какое-то дренажное еще отверстие. Можно здесь, можно еще где-то на высоте вот этой вот ребра жесткости, на высоте ребра. То есть когда ваша вода будет наполняться, если здесь она как-то забилась, его можно даже где-то здесь или даже здесь сделать, да, чтобы вы могли это просто, скажем, запасной аэродром. Аварийный, да. Понимаете, то есть это то, что вот если вода начала наполняться, да, ну если вот здесь как-то он замкнут весь, и помпа может выкачать все 25 литров отсюда, понятно, она польется сверху. То вам нужно сделать запасное отверстие диаметром, ровно диаметром саса, где-то. Оно должно быть на суше, прямо на самом верху. Вот. И тогда все у вас будет работать. Такой же самп можно делать без сверления. Без сверления точно так же можно было, как Артем говорил, можно голову снаружи оставлять, а здесь выход, если тут стенки поднять. Ну то есть множество вариантов изготовления такого сампа вообще без проблем безопасного. Каким образом безопасного? Если вы здесь стенки его сделаете просто немного выше, залезя на сам аквариум. То есть вот эти стенки вы еще наращиваете повыше, тогда вода, даже если она где-то здесь будет, она назад будет затекать в сам, потому что здесь ему будет проще всего затечь. Ну то есть вариантов обезопасить себя очень много. Оно самое простое, это просто где-то даже здесь в фильтре тонкой очистки, где, ну точнее вот отсеки тонкой очистки уже по сути дела, можно даже там сделать запасной. И все. То есть что, подведем итоги, что я рекомендую Артему. Первое. Четыре диаметра всаса помпы. Приблизительно померить. Можно больше, вообще никак не рейтровали. Потом туда вклеить сетку или изготовить из стекла сетку. Можно коронками просто друг за дружкой вот так их набить. Внизу и вверху внизу набивать обязательно у самого дна, чтобы все туда заскакивало. Вверху две, просто сбоку еще одну сделать, двойную. И точно так туда что-нибудь ставить. Круглые, какие-нибудь с пробок сделать, что-нибудь. Не важно, это же уже вопрос вторичный. Вот так. Больше его в два раза шире сделать. Сделать до дна, переход должен, перелив быть через верх. Губка ровно посредине, там все будет оставаться. Сверху фекалий практически не падает, эта пленка поверхностная сюда должна затягиваться. Почему я и сказал, что вот эти верхние должны быть чуть-чуть, может даже выше поверхности воды. Чтобы туда пленка падала, бактериалка. Она будет тогда туда, ну как бы затекать, грубо говоря. Ну да, да. Так правильно. Все проломки убираем, они не работают, наружи которые. Дальше. Отсек, центральный отсек. Губку. Я не вижу смысла, это очень дорого. Я реально, ну это просто дофигища для всех аквариумов. Это очень дорого. Не работает она так прям классно. Какие-то биошары, все тоже. Вариант, наверное, более дешевый. Если найти более дешевую лаву, я находил по 20 деревен за килограмм. Самый дешевый кирпич, керамзит и прочие пористые материалы. Любые, ну какие не найдешь, которые только не фонят. Все. Последний отсек, точно так же голову приподнять и что-то положить все-таки на низ. На низ. Значит вот здесь, вот эту стенку нужно поднимать выше. Вода должна снизу вверх подниматься. То есть она течет так, так, прошла, прошла. Можно сверху, можно так и ставить, неважно. То есть, ну по сути дела, вот как-то так. Вот, ну это мое чисто вот такое видение. Я считаю, это будет работать и туда можно будет не лезть вообще месяцами. Только сливая здесь, вот реально поставив кран, да. Грубо говоря, это будет как у Рудольфа. Вот если ты посмотришь, Артем, как у Рудольфа, так и есть. То есть, когда у тебя здесь этот отсек полностью, он спущен, да, то здесь вообще вода никак не будет забираться. Здесь биология, она остается всегда. Здесь чистить не надо. Здесь у меня за три месяца использования, там просто вот минимальный слой чего-то там, то, что проскочило, то, что было легче сюда попало. И все. Но опять же, его можно будет раз там в два-три месяца чистить. Остальные будут чистые отсеки. Но здесь основное, да, действительно краном можно выливать прямо в канализацию. Тем более у тебя все подведено. Не проблема. Вода, канализация, все есть. Сзади общую трубу канализационную. Открыл, слил, 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 прошел. Вообще быстро. Насколько это упростит тебе жизнь однозначно. А забиваться там будет часто, очень часто. Это же, ну, как бы, это очевидно при такой плотной посадке рыбы. Если будут вопросы, ну, я не, еще раз, я не специалист, не надо ко мне прислушиваться. Я попробовал, я это прошел, когда помпа осушалась на раз-два, когда забивались вот эти вот поролоны, все-все-все, я это уже просто прошел. Я увидел, как это может работать. Я действительно сначала без верхнего отверстия делал, и все. Это очень плохо и сомнительно не работает. Верхний обязательно делать. Вот, и все. Вот, если будет желание у тебя, ну, как-то там, может, более подробно. Ну, я считаю, вот мой вариант, и, наверное, меня многие поддержат, он более работоспособен, чем вот этот. И все. Это мое мнение, это чисто по-человечески. Я хочу сразу, ну, оградить от того. От ошибок. От ошибок, наверное, да. От неправильного изначально. Потому что поклейка, это потом вырезание всего, это целый головняк. То есть, лучше сделать раз правильно, и потом клеить у него их банок, целая тьма. А еще один взять и попробовать так, как говорю я. И посмотреть реально, как это будет работать. И меня многие поддержат, скажут, что таки все, мой вариант действительно более рабочий. Потому что люди уже попробовали, и оно вот это забивается все. Ну, я думаю, Артем сам там тоже попробует, и уже... Просто он пока начал, я так понял, он начал, только начал, и просто вот эти все, знаешь, сверления и прочее. Не надо мне спасибо, я по-человечески хочу подсказать, и все. Без всяких спасибо и бескорыстно. Просто подсказать и все. Потому что я знаю, какая это работа, сколько тут труда, вырезки и всего. Я это уже прошел. Тем более, я вон этих банок клею постоянно, чего-нибудь там в голову придет, давай клеить. И тоже сталкиваюсь первый раз с такими проблемами, пошел посмотреть негде. Негде, не у кого спросить. Спрашиваешь, а никто не может сказать, скажите, сколько здесь, какой диаметр здесь нужно просверливать. Ну, минимальный или максимальный. Та, делай больше, там делай больше. Какой здесь перелив, сколько здесь должна быть высота. Я вам скажу, вот уровня воды 3-4 сантиметра, это безопасно, это хватит всегда воде циркулироваться. Как вход здесь, так выход здесь. Также и вход вот сюда, он тоже должен быть на 3-4 миллиметра ниже максимального спуска воды при испарении. Вот, и все. Этого никто тебе не подскажет. Вот, ну, не подскажут тебе. И все. И могу сказать, что все отсеки чистить надо будет раз в 3 месяца, может в полгода. Основной отсек, который будет самый грязный, это первый, он накопительный. Поэтому его нужно сделать 10-15 сантиметров при такой большой посадке. С поролоном, поролон смотреть какой. Крупно-пористость, средне-пористость, у всех разное, понимаешь, пористость всех этих пор. Надо просто это посмотреть при определенной посадке. Мало рыбы, можно более крупно-пористость, много, чтобы это просто не поднималось и не забивалось. Просто это смотреть. И все. Это мои рекомендации. Надеюсь, когда-то вы увидите, встретимся и познакомимся. Ну вот, ребятки, посмотрели. Надеюсь, Артем, ты тоже посмотрел. Как видишь, мы за тобой следим. Саня тебя всегда поддерживает и ждет тебя в гости. У нас, конечно, таких разводин нет. Мы скромнее немножко. Ну, у нас нет площадей, мы не в частных секторах живем. У нас с этим сложнее. Ну вот, сзади стоечку поставил, разведем. Ну, что-нибудь тоже будет, что-нибудь для себя, для души. Я думаю, чем-то тебя удивит. В чем гости, приезжай, если какие-то вопросы, всегда рады ответить, пообщаться, ну, как бы поддержать сложный момент, если это понадобится. Ну, все, друзья, всем пока-пока-пока. И лайкосы. До новых встреч, с новых видео.